Привет, привет! Мы находимся сейчас в так называемой Горкин галереи, галерея Горкина. Не знаю кто это и что это, можно посмотреть. Википедия может быть. Случайно попал. Смотрю, народ заходит. Тоже вот зашел. Это дистиллеридистриумы, опять же, Торонто, Канада. Вот, и такая вот галерея, как я понимаю, абстрактного искусства. Вот, здесь все в абстрактном виде представлено. Вот называется композиция, даже картина это нельзя назвать, скорее эта композиция называется The Age of Chaos. На грани беспорядка, на грани хаоса. Шарон, автор Шарон Свитцер. Да, вот такая композиция. Из чего, что непонятное она сделана. Типа какой-то нарост, как будто нарост кораллов или какая-то шоколадка. Да, вот такая. Вот, сейчас посмотрим другие объекты. Здесь все сделано как-то, как какая-то такая, каменная, какие-то кирпичные такие стеночки. Такие вот непонятные. Какие-то переходики. Все сделано так, чтобы такая загадочность во всем архитектурном построении здесь. А сейчас посмотрим еще другие вещи. Тоже вот абстрактная картина. Это все, все, видимо, сделала сам Свитцер. Потому что здесь только одно имя. Ее. По всей видимости, ее, да. Вот эти две картины вроде бы одинаковые. Нет, есть различия чуть-чуть. По сути, они одинаковые, конечно. Ну вот. А здесь такая в видеокомпьютерном виде сделана абстракция такая. Интересно. Это фактически экран телевизора. Или компьютерный экран. Ну, довольно большого формата. Там перетекает такая видеокомпозиция, видеовряд. Первый раз такое вижу. Ну, вот так открыто в музее. Ну, типа музея, да. Галерея, скажем. Вот такая композиция электрона. Такие вот спирали, шары, возникающие и исчезающие вновь. Типа как планеты. Они или что? Что они имеются в виду, да? Похожи на планеты. Такие электронные рисунки, возникающие из ничего и исчезающие в ничто. Такие эволюционирующие, достигающие, достигающие максимума. И обратно. Эволюционирующие в ничто. И вот там рядом, рядом, черная тьма. Рядом с ними. На фоне черной тьмы все это. Вот еще какие-то полосы проходят. Вот туда-сюда. Ну, вот так-то и так до бесконечности. Ну, это может быть скринсейвер, да, кстати. Такое. Может, они даже продают такой скринсейвер. Ну, вот так можно. Смотри до бесконечности. Видно случайным порядком. Какой-то алгоритм же на случайном порядком. Случайном месте создают случайные, но такого одного типа объекты. Такие спирального плана, видно. Какая-то такая программа, она все время генерирует их. Генерирует и дегенерирует. О, здесь еще второй этаж, да. Сейчас посмотрим, а люди на второй этаж. Да, вот такие кирпичные стенки. Переходы. Сейчас перейдем на второй этаж. Попромчаемся с этой композицией электронной. Здесь как крепость средневековая такая. Вот такая серия черно-белая. Жгуче-белая. Жгуче-черно-белая. Там есть еще одна комнатка. Сейчас попользуем. О, какой-то такой. О, еще одна комната. Вот здесь понятно, что там такое. Тоже генерируется какая-то картинка. Тоже генерируется какая-то картинка. Да, вот такие дела. Люди рассуждают, что это и как это. Никто не поймет, что это конкретно. О! Вид центрального такого хода. Здесь какие-то изображены каракулы такие. Вот тоже какие-то листы исписаны. Да, надо же такое придумать. Ну, еще полнейшая абстракция. Что конкретно написано, сейчас покажу. На каком-то языке непонятно. Похоже на китайском. Какой-то юго-восточном языке. Да, вот такая галерея. Интересно. Вот сидят на центральном входе. Девушки. Как-то типа security. Вот такие кирпичные выходы. Сейчас и выйдем отсюда. Обратно. Главный зал. Вот написано. Абстракт Мэжес. Франсуа Сулливан. Вот здесь автор Франсуа Сулливана. Интересно. Имя французское, фамилия ирландское. Но, в общем, британское. Вот финальная картина. Финальная картина на входе. Вот такой орел. Орел, а нет. Это, наверное, богиня Паллада. Есть такая, с крыльями. Это вся синяя почему-то. Вот, и мы прощаемся с этим музеем. Необычный такой музей. Абстрактного искусства. А вот здесь эти журналы. Есть. И вот финальная картина. Пока-пока. Горкин галери. Торонто, Ганада. Галери. Мы проверим. Галери. Мogин. Галери. Могин. Галери.